здравствуйте друзья вы на канале уютные чаепития и с вами я ирина резвая именно так я сейчас поставила камеру свой телефон потом пока покажу на каком сооружении он мне поставлен идя к кате я подумала брать штатив или не брать думаю буду я что-нибудь записывать или нет думаете улька не будет может спать и вообще никогда будет у него все время телевизор работает думаю не буду но так как тимуря спит не в общем-то заняться нечем потом вообще наверно некогда будет поговорить и вот я решила думаю все таки я что-то придумаю долго долго искала и в конце видео я вам покажу что за сооружение у меня придумано без штатива плохо зная что ты блогер все-таки да и ты идешь хоть что-то снять но на улице еще рукой можно телефон держать а вот ну это ладно в общем-то несут я в городе вчера я выехала сейчас друзья вчера я выехала с дачи где-то вышла из дома полдесятого снимать не стала для могу уже там с вами гуляли комарья столько где-то в десять-тридцать автобус уже шел на 14 лесозавод могла выйти бы конечно переправе пораньше но там садишься там переправа садишься на 44 автобус и в общем-то тебя довозят прям сюда до почти до самого дома а думаю наверно было выйти пораньше потому что вчера как назло я наверное такая везучая были перебои с автобусами люди стоят шоке очень давно такого не было народу собралось там на 14 очень много там конечную почти конечная остановка 44 автобуса наш у нас в архангельске все с переправы сам вот этот поселок 14 лесозавода и очень народу много стоит всем надо ехать в город люди уже опаздывают кто-то вызывает такси такси очень дорого начинаю говорить и начинаю задыхаться и издевать я всегда высыпаюсь как только начинаю вот записывать роли потом входит все это в колею да но вот видите так что уж не обращайте на это внимание решила выехать почему пораньше потому что дома пока приеду пока может быть вы может быть дома что-то поделать да все таки меня нет там мужчины одни вот да и приедешь ты например даже после обеда или ты приедешь вечером например я выехала бы днем я только к 6 вечера была бы дома учитывая пробки а то может и подольше вот и настроение другое тут нормально очень бусинки оставила побольше еды хотя мы сегодня снова едем с колей побольше воды открыла двери везде не открыли двери в комнату зафиксировано она и в комнате поспитаем в этом коридорчике на кресле спит она на мансардный этаж уходит там тоже спит ну конечно она ей будет тяжело простите друзья но я даже вырезать не буду потому что не хочу монтировать вот зевота у человека это когда человеку не хватает воздуха это не всегда не выспался вот еще раз повторяю ну и в общем ладно мы с ним поговорили поговорили об этом и конечно там непривычно будет она будет мяукать а я выхожу и наташа как раз собачка идет говорит так я говорит могу и проходить я обычно говорится кошками ухаживаю я когда она от тебя убежит и тебе потом придется ее ходить звать чтобы на ночь там домой и вообще ну и у меня будет душа не на месте пусть дом посидит в городе жара сидит дома когда нас нет я работала кирюха школе был и коля на работе поэтому говорю ничего страшно не знаю как ноги примостить господи куда их неудобно мне так сидеть катя у меня убежала по документам убежала потом пойдет она маникюр потому что она сама себе не делает она ходит к своей коллеге которая ее учила потом ей нужно еще будет по делам и в общем-то ради этого я выехала у меня мне вчера был комментарий почему я не живу с семьей друзья если бы я вообще бы не жила с семьей то можно было бы задать такой вопрос но это лето это дача уезжают у кого есть возможность все и живут на даче тем более наша дача так далеко там заперет не наездишься думала сообщение дочери пришло мы общаемся с зинаидой копьевой но я поговорю не знаю правильно произношу копьева копьева если зинаида меня увидит пусть она меня простит пожалуйста может неправильную фамилию произношу мы тут общаемся по нашим блогерским делам и в следующем видео я вам обязательно запишу вообще видео блогерах отношения между блогерами такие сейчас у нас проблемы на youtube но не в общем то как начались когда-то так и наверное они не закончатся а наверное вообще скоро все закончится не буду заранее об этом говорить даже настроение себе портить ладно в общем-то мы говорили о том что дача далеко не наездишься и ты приезжаешь и ты хочешь наслаждаться природой дети у меня муж на выходные приезжают у меня муж сказал сразу будет возможность говорит когда я выйду на пенсию он ждет не дождется но пенсия конечно же далеко ему что к 52 года ему еще лет восемь работать вот и говорит когда я выйду на пенсию ты меня здесь в городе не увидишь вообще если дай ему здоровье позволит и все и я ему желающих прожить долго и здоровым быть мужчиной он мне сказал что я уеду я не вернусь в город ни за что вы только иногда буду приезжать все его вообще туда не вытащишь это он и раньше мы когда ездили когда я еще работала на двух работах вам рассказывал да на двух а то и бывало и на трех работах но там работу надо брала я не понимала его рвение на дачу теперь я понимаю теперь у меня другие планы теперь я хочу еще больше вот этого больше другого я просто хочу утром выйти с чашкой кофе неважно холодно дождь а может даже мороз мы и зимой приезжали туда да просто вот выйти с горячей с горячей чашкой кофе посмотреть на природу сказать спасибо вселенной спасибо господу богу что направил меня в нужную сторону и просто отдыхать наедине с природой именно там ты понимаешь в чем ценность жизни так хоть ты хочешь жить побогаче никто не будем кривить душой что мы все хотим жить побогаче хотим жить в хороших условиях хотим одеваться красиво но там ты понимаешь что это вообще действительно как не самое важное самое важное чтобы твои родные и близкие были живо здоровы и у тебя есть возможность с ними встречаться видеться им есть куда приехать в общем то не будем долго вот в это иначе меня сейчас понесет потому что я действительно вот сейчас полноценно чувствую себя счастливой но как же я поеду домой и мы как раз наташи об этом поговорили я бы надо хоть домой съездить она тоже такого же мнения придерживается у семья на зимой будет семья но тем более сейчас мобильный такой век до этого наше мобильное время вы пожалуйста у нас у нас и видеосвязь мы с коли по видеосвязи несколько раз на день поговорим и сейчас все условия тебе и вода и бежит и пожалуйста надо тебе каминчик ты затопи да надо тебе батареи тебя согреют духовка приготовить микроволновка подогреет газ горит вот пожалуйста все что тебе нужно машина постирает я вчера зашла домой если честно я конечно думала что ну наверное приеду все равно вот мужчина без меня где-то будет мусор может где-то что еду в автобусе кирюха мне звонит мамуль ты когда приедешь я бы сына я уже еду уже последний день дорабатывал решил вот эти полтора месяца отдохнуть все отработая от учебы действительно что каникулы вот он дорабатывал будет но я приду домой минут только через десять мне не успеть все пропылесосит сделать ну как то может быть другой бы раз я отреагировала может как-то по-другому я бы сказала что вам с вечером что ли было ничего не сделать или еще как-то так сейчас я сказала хочу дак они сами то их целыми днями нет я но не успела не успел ну приду пропылесошу сама сложно мне что ли я домой зашла вот мои впечатления мои впечатления значит такие вот я захожу лежат свернутые половики я вижу что они должны быть сейчас вот этот половичок кухонный половичок в коридоре я знаю что это приготовлено выхлопать и пропылесосить а я как раз иду уже кирюш сидит на на скамеечке мне почему-то звонит дана мне почему-то смотрю сидит на лавочке говорит мама говорит я что-то так устал ну ладно я зашла домой я вынесла только половики пока он их по-хорошему там вытряхивал я пропылесосила коридор значит конечно же как хозяйка я знаешь что зашла такая зашла все посмотрела кругом все везде чисто в общем у меня николай александрович плюс ему что он в вещах аккуратнее меня я не такая вот сразу говорю если я сняла высушенное белье я не снимаю я могу просто снять и вот так вот на комод положить либо вот такое как свернуть и положить знаю что я потом пойду гладить что урезал он не показывал и по видео и вот я вижу у него полотенце сложены у него там трусы сложены там стопка там того стопка другого тут какие-то тимкины вещи все у него разложено по по стопочкам вот это его плюс мы еще когда начали встречаться с я заметила если я например вечером до сих пор даже я вот так вымотаюсь я могу там халат снять и там вот кинуть например на стул он этого не сделает ни за что вот эти домашние штаны или там футболка носки у него сложено все стопочкой конечно же меня это порадовало чисто постель заправлена что там пыли нет зашла он еще цветы не поливает иглок синие пету не поливаются у нас дождем я их потом покажу очень красиво на двух подоконниках прямо зацвели а уже на третьем зацветать покажу обязательно не забыть бы очень комната мне сразу бросилась в глаза потому что она у нас напротив входа потом я прохожу конечно же я прохожу мимо зал как кирилл у нас мы все называем зала как раньше да зал называем велико название кирилл все будет гостиная но гостиная есть чистота порядок диван заправлен а кто в ней сидит кирюха у телевизора не сидит коля если покушать он идет он на кухню поездка либо он уходит там если вечера свободные он берет поесть уходит кирюхи в комнату там включает компьютеры может и в танчики поиграть и имеет право после рабочего дня отдохнуть вообще в гостиной не сидит чистота порядок единственно что у гостиной в камин может покурить все это и в прошлый раз приехала у них даже там камин вычищен не помню показывал или нет потом значит ну кирюши я зашла у него там постель закинут он правда по сверху покрывал он не покрывает там там тоже в общем-то грязнить нечем если он поил что-то то он за собой там убрал вот в кухне зашла на кухню конечно же у каждой хозяйки всему там страх какой-то не страха все равно как ты все-таки себя превозносишь ты хозяйка ты сделаешь лучше ну что я увидела лучше ничего в принципе все как у меня единственное что раковина чистая но она вот от воды слегка потемнела может быть где-то мутная стала но я тут же взяла чайник я тут же взяла этот как он за азелит чайник напрыскала раковину прыскала пока я тут с дороги умывалась все приводила тут себя в порядок все-таки в автобусе у меня все это я тут сразу прям сразу же друзья да у меня все уже тут чайник чайник он уже засверкал пожалуйста я все дамыла все да у меня дочь обижит я даже не ожидала что она так хотя ты чего на сколько видео записываю ты упадешь что у меня вместо штатива вообще не догадаешься лучше не спрашивай а потом ты сейчас увидишь вот и в общем то ничего такого я дома не увидела чтобы вот без меня нет все еда у них готова всегда еда сделана дома чистота предок больше никак штатива не взяла вообще ты чего не хочешь поздороваться ты выглядишь хорошо все время здравствуйте вот все время стесняется своего вида если бы у тебя был такой вид ты бы тоже стеснялась я бы вообще радовалась бы и ходила бы такая дефилировала в общем то а вы говорите без семьи да а чё семья то вот вечером катюша пришла с тимулькой ой вообще тоже умор у нас тимуля очень любит рисовать но прямо у хлеба мне корни для ребенку порисовать а тут нет нашел в шкафу сам у кирилла засохшую гуашь а мы думаем ну ладно плотно баночки закрыты открыть не можем папа коля еле еле их открыл а там сухо ребенок вижу такое разочарование и я как будущая бабушка давай у меня голова мозги заработали я тут давай соседке одной позвонила та тоже искать давай эти краски будущее бабушка а какая сказала будущее бабушка а если вы еще осчастливить собирается вы посмотрите а будущая бабушка не надо нам больше как как счастливая бабушка вообще заговорилась дочь я пришла все сбила что припёрлась вообще я виновата что ли хотела бы гуляла бы где-нибудь ага по улице целый час бродит мать ходила бы гуляла домой пришла нормальная мать ребенка там и ждет вообще-то ну и короче позвонила соседям наташа позвонила говорит наташа у тебя не сохранились краски она смеется у меня дочь правда 10 лет назад школу закончила ну посмотрим ну и короче да благодаря мне они тоже выкинули все сухие краски которые у них там были в запасе тоже была гважа сухшая вот видите да соседи с моей помощью порядок навели в общем то но это я шучу конечно потом позвонила вики соседки у нее детишек то много она говорит у меня дочка художница ведь она наверное все краски увезла может в лагерь куда поехала все с собой ну крича с поищу и нашла все-таки новые краски вот мы сегодня ей точно такие же новые отдадим те уже начали хоть и немножко но все равно в общем дала нам краски тимура так обрадовался вот эту тему листочки вот эту водичку с кисточками слава богу хоть кисточки нашлись и вот он рисовал тоже вечер хорошо провели деда у нас правда пришел поел сразу бабах и его вчера вообще рубанула он спит и не знаю вот как-то дома мы в воскресенье все вместе провели время катя была стимулькой не знаю друзья мы еще как говорится зима будет надо едим друг другу все время вместе вместе да я и дома я сейчас не хочу дома быть я хочу быть на природе это это все пенсионеры у нас вот весь поселок все уезжают все домой едут только знаете вот продуктов себе что-то привезти или там проведать животных привозят это дача это так всегда так всегда у всех кто на пенсии у кого есть вот это местечко природы да ларису у меня подругу да вы спросите она вообще уезжает весной она из работы потом ездить ее домой разве загонишь не за что что говорит медоводят они там и живут всей семьей у нее катюшка в отпуск выходит и вместе с мамой там живет все на грядках и подруга там вообще все так делают так что если там думать да что бросишь семью и нет это не то совершенно вы знаете можно жить вообще вместе с мужем далее быть чужими людьми я это пережила жить вместе друг друга видеть но быть чужими а можно жить муж дома я на даче и также друг друга любите быть друг с другом близки он пожалуйста приедет на выходные у нас не может планы куда-то там на лодочке покататься отдохнуть правда там опять сосед сказал что поле помоги вот на коля только пожалуйста давай вот эти выходные отдохнем потому что тут то халтура халтурку в этот раз они делать не будут кирюша тоже в общем-то отдохнуть хочет вот там осталось обшить одну сторону дома и на следующие выходные не обошьют потом может быть кирилл еще да не может быть а точно уже это я хотела сказать может быть в какой-нибудь выходной приедет и будут окна наверху вставить у нас на этой на датчике на старинкой не на новой дочь это может чаем хочешь доча я тебе чаю предложила ты же сказала я же тебя гоню из дома да так что все нормально вот и вот ну вот видите вот эту тему так развела и вот что хочу еще рассказать вчера подошла вот сказала вам да как приехала домой в общем то все вот так на один вопрос ответил на один комментарий можно так сказать вчера я познакомилась с молодым человеком подхожу на остановку а пришла и рано я все время прихожу на остановку рано что туда что туда здесь вот я с дачи на автобусе я поехала первый раз обычно все с коли едем а тут вот на автобусе подвожу там лавочка там магазина остановочка сидит молодой человек с рюкзачком такой мне вообще показался наверно может лет двадцать пять ему сыновья в общем-то годится думаю ребенок какой-то мой ребенок его лишь здоровый но выяснилось ему наверно 33 что 34 года вот и вон тут на лавочке сидит тут рюкзак сразу рюкзак убирает тут чтобы место там не уступить сумки поставила он первый начал со мной разговор про автобус и очень-то разговор то у нас завязался связался оказывается он приехал с москвы он турист сам по себе в общем-то куда захотел туда и поехал где только не был потом как выяснилось пока автобус то ждали зацепились языками разговаривали до разговаривали ездил на крепость очень обидно конечно что эту крепость новодвинскую ремонтируют уже второй год и я скажу честно свое мнение не боясь что просто как будто бы затягивают ремонт может деньги отмывают запросто потому что ну что там так долго можно понимаете ремонт начался еще позапрошлым летом позапрошлым можно уже там все переделать там надо делать надо людям рабочим платить так чтобы они делали конечно если мы вообще не знаем там вообще есть кто или нет мы с коли будем на лодке проплывать может быть подплывем посмотрим а может прогуляемся посмотрим в общем я походил говорит там ну только что вот посмотрел вот эти все плакаты где-то побродил я говорю просто не представляете какие праздники вот снова я забываю вам оставить ссылку на праздник крепости где мы с коли были это просто сказка там была сказка наяву ты во времена петра первого ты вот так вот зашел в какой-то портал да и ты в этом празднике как будто ты в тех временах ходишь такая была классная организация праздника я ему об этом обо всем рассказала его запишите у меня блок уютное чаепитие ирина резвая посмотрите вот какие у нас тут праздники на нашей крепости бывают в общем он порассказывал о том когда он приехал сюда как он тут ходил гулял где он еще бывал в архангельске в общем потом подъехал автобус а он такой общительный в автобусе очень народу это немного ехала обратно на неделю и вот он уже с другой тут женщина тоже разговаривает разговор тут у нас обо всем еще третья женщина подключилась мы не заметили как доехали проезжали на двадцать третьем лесозаводе там одна остановка я показывала тоже и там есть офис врачебной практике и об этом поговорили поговорили о молодых специалистов которых сейчас в общем-то не так легко затянуть на такую периферию работы где-то несколько лет была помните программы сколько-то то ли миллион давали то как ты не помнишь сколько миллионов предлагали молодому специалисту он поедет в если в глушь я не знаю сколько давали но я знаю что когда давали жилье подавали ужасное жилье вот как раз как с плохой проводка даже по моему какая-то девушка погибла был случай из-за плохой проводки в деревянном доме и как мне рассказывать или медики то ли кто-то что ребята уезжали обратно потому что таких условиях жили что и денег не надо вот как раз об этом мы проезжаем офис офис врачебной практике там очень проще фельдшер должен быть фельдшер и вот мы как раз заговорили о молодых специалистах я буду вот он лет раньше будет фельдшерский пункт называл сейчас офис вот как раз заговорили об этих миллионах молодых специалистов он говорит ягод сам лично столкнулся с тем что все это неправда я сам был молодым специалистом закончил курсы или что нет не курсами научиться медучилище и также и вот как раз значит и говорит у нас ребята собирались повелись на эти миллионы и собрались ехать кто куда значит в глушь таракань куда-нибудь и я тоже хотел но что-то в общем меня от этого отвело и в общем то он пошел совсем по другой тропе а друзья-то остались и рассказывают значит приезжают никаких миллионов говорит там ты подписываешь короче контракт тебе должны быть жилье и все потом выясняется что очень многие не могут до этих миллионов доработать потому что ужасные условия работы очень плохая зарплата может быть где-то и кому-то и повезло я не спорю я говорю сейчас о минусах и если ты прерываешь этот контракт и еще и должен оказываешься представляете вообще ты ведь еще должен ты потом идешь куда-то работать ты не знаешь как вот эти вот долги отдать в общем это делается в общем и об этом поговорили поговорили о том что нет воды питьевой есть на двадцать третьем конечно колонка что на даче вот у нас нет питьевой воды как люди воду возят в общем обо обо всем обо всем он такой разговорчивый такой общительный вот рассказывает он на колыбе был там еще где-то в общем весь специалист на ко мне видите что этот молодой специалист на колыбе послали на колыбу после того как отказался работать отрабатывать деньги которые должны государства это моя катина в своем репертуаре так про пилом все помню обо всем поговорили и мужик и на лодке потом переправились тут на остановке еще разговор и вот как раз вот про автобусы рассказывал мы свое мнение москве говорим да он рассказывает рассказывал про москву с другой стороны со стороны коренного жителей рассказывал не все так радужно как мы думаем да что там москве тротуары моют и вообще все по расписанию всякое тоже бывает как и везде конечно же говорит и жизнь дорогая в москве вроде бы и зарплаты высокие но и жизнь там дорогая в общем свое мнение да вы друзья конечно напишите мне свое мнение я тоже своего мнения конечно пишите да потому что может не жители москвы напишут я ему сразу скрыл в москву я не поехала бы ни за какие ковришки не за что потому что я просто не представляю да как можно рано утром вообще встать нет рано утром встать я представляю чтобы ехать на работу в толпе в метро и еще где-то может и поблизости эту работу не найдешь а потом надо или пробки даже если у тебя есть своя машина а потом тебе надо вернуться домой и уделить время еще дома родным дают что-то приготовить это кошмар кошмарный нет я лучше буду жить здесь здесь это пробки здесь это домой ты после работы попадаешь как выжатый ремонт после вот этой толкучки особенно зимний в этих автобусах он нет почему обо всем поговорили такой человеком так как автобусы сразу два автобуса не пришло расписанию люди стояли психовали но я не сказала это наверное потому что я выехал на автобусе так получилось я такая везучая долго еще говорили и вот у него как раз время подошло он как раз хотел на пароходике до салон было и прокатиться с 14 витом я как раз время подходит и я наверное все таки не буду ждать автобуса и прокачусь по речке очень ушел оставил после себя очень приятное конечно впечатление но мы же не знаем да ведь это же не знакомцы но поговорили пообщались и в общем-то нормально провели время рассказывал бы это там был на сям был я господи сколько же вам лет там на 33-34 ему как-то так везде был я говорю может быть он и тоже блогер я не знаю ну конечно ездить везде снимать у меня у самой мечта поехать там например вчера только с данной слова говорю да ну как я хочу вы начались как я хочу мы поехали на поехали с котами кто будет сидеть у него два кота если она надумает ехать куда-то отдохнуть вот этой осенью у нее есть задумка съездить за границу тоже не бывало то мне придется там и ровнее недельки две пожить потому что там два котяры рыжих кто за ними будет смотреть в общем-то да ну значит близкий человек ухаживает дождь не насколько наташа маникюр то а ты успеешь на остальные это дело нет я пособие для того чтобы тима занимался в реабилитационном центре чтобы тима занимался короче в центре уйти монаш не могу мы вчера по телефону скажи баба про до того как они пришли баба скажи баба баба достали мне больше понравилось как он с дедушкой спать улёгся до 1 вчера я же говорю пришел поел и ушел кирюхи в комнату вырубился кирилл ходил около тимуля ходил около него ходил скажет нет детку бесполезно то что-то будить взял и улёгся рядом с ним накрылся одеялом и лежит он мне сюда принес подушку типа пойдем спать я значит пошла укладывать но тот жулик два часа не засыпал я уже психанула как самая настоящая мать сказал иди к себе в комнату он там уже спасло заснул кстати быстрее на следующие выходные что у нас машина-то в ремонте вчера коля машину отдала сегодня мы едем на автобусе до переправа на там на волге если заведется надеюсь что заведется на следующие выходные на тимулечку берем на выходные сами у нас отдыхает на юге были фотографии с красной площади и я потом фотографии с другом видео вставлю если получится получится ставить с мамой там на красной площади муж у меня у насти пришел на отпуск и в общем отдыхают конечно юг не знаю страшновато конечно люди ездят не бояться я бы не поехала я вообще какая-то трусливая не знаю это возраст наверно такой в общем вот такое друзья видео хороший характер золотой поэтому тяжелый да золотой характер поэтому тяжелый а сейчас я покажу на каком сооружении у меня стоял телефон он ты посмотри а я записываю стараюсь оказывается у меня и камера не включена вот на таком сооружении друзья но я поставила телефон вот сюда если поставить было вот так горизонтально то он падает пришлось поставить вот так вот вот на таком детском кране хотя пришла выпала бету боже такие дела на следующее видео мы поговорим уже о блогерах общение с блогерами вообще о проблемах которые снова появились у нас у блогеров которые в общем-то не заканчиваются поделюсь с вами некоторыми вещами расскажу с кем общаюсь все друзья до встречи